Прова шестнадцатый стих. Я по порядку изъясняю Новый Завет. Насколько мне это понятно, чтобы оживить, применить на сегодняшний день. Ну, если кто записывает, проверьте, как идет. Именно вот эти стихи попадают как раз в то, что считается правильным преображением. А ведь речь идет не два дня, а каждую неделю четыре проповеди в течение, допустим, пяти лет. И этот стих подошел точно тот же, который считается в храме. Я в этом вижу особый знак. Считалось только для того, чтобы обратить внимание на сегодняшнее празднество. Преображение. А остальное, что Петр говорит, вы хорошо делаете, что обращаете Слово Божие как к святейнику, в храме сегодня это будет просто приставка. Зря удлиняющее. Это чтение антракт безмолвия и безумия. Главное, что на горе идет Христос. Петр об этом упоминает, Павел не упоминает, Иоанн не упоминает. И всех апостолов только один в посланиях, Петр. А для этого читалось, а что впереди говорится перед этими словами, и что мы возвестили вам. Никто не возвещает. Как празднуется сегодня преображение? Передают по радио. Каждый год со всего мира снижаются интересующиеся, любопытные паломники. При любой погоде обязательно появляется облако над горой Фавором. И дальше описывает, какая гора Фавор, высота, как она отделяется от других гор, какая у ней вершина, какие растут деревья. Конечно, интересно, но какое отношение ко мне это имеет. Ни на стол эти фрукты не попадут. Никогда я там не буду. А все написано живо и действенно. Это Слово Божие до разделения состава по мозгу. Меня это не разделяет ни состава, ни мозги, ни лечит. И судит по мышлению намерения сердечной. Меня это не судит. А как оно может меня судить, если там люди собрались и передают, что здесь же устраиваются в ночь концерты, и не какие-то концерты, а самые дурные передают музыку. Вчера только передавали. Какой храм построила Елена? Величнественные, огромные, чуть не на 20 тысяч человек. Дальше. В 12 веке сельжуки разрушают курки. Тоже я просушил, минуту потерял. Разрушили. Я представляю, как камни падали, пыль поднималась, лежали трупы. Какое отношение ко мне это имеет? И вот один молдаванский монах поставил алкарь. Прекрасно. Дальше строится заново храм, и теперь каждый год облако появляется, просто облако, в приятной погоде. И оно наплывает на православный храм, а уже передают, ну я думаю, это из области мифотворчества, что облако при антифонном пении на два хора, над одним хором, хор другой поет, облако перемещается на другое. Запел первый хор, облако опять перемещается. Надо мне это, чтобы облако ходило. Явление в Патинской Богоматери сегодня всем понятное, явление демонов. Демон все может делать. Ему разницы никакой нет, демон. Ему главная задача отвлечь от слова Божия. А сегодня считали, Петр говорит, я и по отшествии напоминать буду, что я вам говорил, что Христос умер за нас. Мы видели славу Его. Это преображение ничего не дает только учеников надобно было утвердить. Нас оно уже не утверждает. А сегодня придумали три спаса. Медовый, яблочный, ореховый. Все о животе. И тут же передают, какой новый способ избавиться от излишней полноты. И сразу же в Италии сейчас придумали, как лишний вес страдает. Как в Америке более 60% населения страдает от излишнего веса. Самый натуральный обжор с ожирением. Награду. Если 4 килограмма за месяц сбросит, до течения полгода так будет дальше работать, ему только-то евро будут давать. Почему-то женщинам в два раза больше. И тут же о высоте горы. Если вниз стрелять, 4 стрелы пустить, а кверху 8. Вот я даже этого не знал. Какая она высокая. Все абсолютно пустое. А здесь написано, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа нехитро сплетенным баснем последуя». А они баски идут да хитро сплетенные еще так и добавляют, что явление облака бывает только на православное преображение. А католики-то раньше на 4 недели, а у них облака не было. И каждый год благодатный огонь сходит на православную пасху, а не на католическую. Значит, истина с нами. Твердо знайте с нами. Вот мироточение Иверской иконы Божьей Матери, я сам получал письма из-за рубежей, вас присылали, на каждой иконке было наклеено, и говорили, нигде нету в России, значит, патриархия, она безблагодатная видать, там нет этой. А сегодня в Ивановской, только в одной области, наверное, 50 тысяч мироточить. Все мироточить. Зайти в комнату нельзя, флягами, это миро. Все замолкло. А ту, а ту и украли, кто ее уносил, мы у него с его убили, и икона исчезла. Хитросплетенным басеном последуя. Все сатана переплел. А нужно одно слово Божие, страх Божий. Святые отцы его истолковали. Что преобразилось сегодня в мире? Отсюда надо начинать. А когда мы узнаем, что не такое, из чего мир состоит, вот тогда и понятно, что надо было преображать. Мы возвесели вам пришествие. Значит, в пришествие Христа преображение. А слово то пришествие тоже ведь непонятное. Вы думаете, пришествие это что, второй раз придет мир судить? Во второе пришествие. Первое тоже называется пришествие, когда родился. Далее, посещение Христа на землю ежедневно бывает тоже пришествие. Меня Господь посетил болезнью, говорим. Когда Бог выводит Господь Петра на всемирную проповедь одного, Евангелие от Иоанна 21 глава, а он увидел Иоанна и говорит, а он что? Он говорит, а тебе что до того? Если я хочу, чтобы он прибыл, доколе я приду? И принеслась на у вас, что не умрет до пришествия. А я приду до того, как это означает, доколе я не нападу на вас в 70-м году, когда разрушил Иерусалим, приду, посещу. Вот что означает слово пришествие. Болезнь наступила, беда случилась, ты услышал сегодня, дитё погибло, муж не вернулся домой, меня Бог посетил. Да даже в хозяйстве что-то было, пожар, меня Бог посетил. Пришествие. Но я вам развещу силу и пришествие преображающую. Вот о чем сегодня эта вещь идёт. А вот эта сила, пришествие преображающая, ты сам поищи себе, как ты преобразился. Но определённо, чётко, Пётр говорит, я буду вам определять словом. Преображающая сила Слова Божия, а её-то как раз и нет сегодня. А как это узнать? А так, благодать призывающая, благодать обращающая, преображающая. И когда я услышал, я принял. А чего преображать? От власти дьявола искупил нас. Написано. Да что ты всё время о дьяволе говоришь? Да другого нет нигде. Как Достоевский говорит, весь мир сегодня в этом. Дьявол борется с Богом. А поле битвы сердца людей. Это основа всего. Поле битвы. Люди приносят жертвы, восхваляют. Ну и что? Ну я другому Богу молюсь. А Павел говорит, и принося жертвы идолам, приносят жертвы бесам. Ни один человек в мире этого не думал. Ну а при чём тут бесы? Когда стоит памятник или человек поклоняется лежащему в мавзолее бесам. Всё это бесы. Это бесы всё делают. Если ты этого не признаёшь, ты полностью принён бесам. Это его самая большая победа, чтобы его не замечали, что он делает. Что его не признают. А он на каждом шагу, на каждом богослужении. Мы вознесли вам пришествие, когда Христос пришёл и разрушил его дела. Для того явился Господь, читаем 3.8, первое послание Иоанна, чтобы разрушить дела дьявола. А дьявол тут на преображение как раз усеет. Он тут облаками намазбитой и напускает. Пётр говорит, я буду вам напоминать через слово, которое светит от утьмухи с расплетения и басни. И вы хорошо делаете, что к нему обращаетесь. И вот сегодня, если спросить человека, ты к Господу хочешь приближаться на преображение, на сегодняшнее? Ну, кто скажет конкретно нет? А преображается человек в скорбях, что-то не по-твоему. Вспомните, а гарь, притесняемая старой, побежала. Вот теперь я свободная. Место жительства переменила, побежала, всё. Ангел остановил её. Вернись. Это от Господа. Агарь, тебе нужно смиряться. Сегодня Бог зовёт преобразиться в ум Господень, чтобы разум, чувствование от Бога были. На каждом шагу надо просить, Господи, да будет это преображение в моей душе. Внешне нам не преобразить, хотя и внешне человек очень сильно меняется, когда обращается к Богу. Вот Нифон грешит. Пришёл домой, товарищ ужаснулся. А чего ты такой тёмный? Грех. Потонул в разврате. Бог отнял веру. Сатана вошёл в сердце, и он, говорит, Абуян был сатаной. А возвратиться можно? Можно, веры нет? Вот в храм теперь ни одного богослужения я не пропущу. Стал ходить. И два года не было веры, а всё крестился, кланялся, молился, с соглашенными выходил, и, наконец, вера вернулась. Святой Нифон молит Бога о нас. Сегодня Господь зовёт нас в этот день преображения ни яблоки освещать, ни аргузы на столы складывать, хотя и это нам не помешает, но главное – душа. Как душа преобразится в ответе Христовом? А она преображается. Согласно Слову Божию написано, даже побыть с Богом всего лишь 40 дней. И человек так пропитывается светом, что Моисей какое-то покрывало, одеяло на лицо надевал. Люди не могли смотреть, оно слепило их. Если верить житию, если Рафиме Саровскому помотовилов не мог смотреть на него и говорит, отец, у тебя лицо только как сияет, глазам больно. Он говорит, чадо моё и твоё лицо сейчас так же сияет. Вот что делает приближение к Богу. Пусть какой-нибудь сектант покажет это. Они этого не знают. приближение к Богу и отвержение самого себя в первую очередь. Бог не может преобразиться в нас, преобразить нас, если только мы держимся за своё. Отвергнись себя первую ступень. Первая ступень. Возьми крест. Это твой крест. Не бери от этого креста никуда. Здесь тебя Бог нашёл. И далее следуй за Господом. Куда? На гору преображения. А ты себе вопрос уставь. А эти вопросы можно поставить. Если мир весь падший, отчего он упал? мир-то преобразился в раю. И был человек очень хорошо в раю. И Бог с ним беседовал в прохладе дня. А почему? Самая главная беда была та, что Ева отшатнулась от Адама. Никто не может сказать, почему она одна оказалась. Мы не знаем слово равенства даже в раю. Почему? А потому что на факт сотворения паэр будет ссылаться. Ибо не Адам сотворен от Ева, но Ева от Адама. Вот главное, почему она должна подчиняться. Ты ни одного шага не должна без него делать. А ты отошла. И что? Нашелся другой партнер. Дьявол. Ты отрикаешь, а он тут как тут. И он сегодня это же делает. И особенно с женским родом. Ядовите любого дракона, Соломон говорит, женская голова. Ей надо преобразить. А как? Через верующего мужа. А тебе муж не ссылается, что жена тебя соблазнила, и ты как бык на убой пошел. А ты написано мужу голова. Кто? Не платье жены, не дети, но Христос. А как узнать? По слову Божию. Преобразить всего здесь. Скажи, не выйду, пока полностью не подчиню себя Христу. Мы приходим-то сюда, но за тем, чтобы подчеркнуть. Если зато он ничему не научился, в храме напрасно ты был здесь. Не надо идти за хитросплетенными баснями людей. Книга Истин, 8 глава, 12 Истин. Хитросплетением коварной лжи они оскверняют непорочное благомыслие. И что? Язык. В раю Бог дал человек, человек понял, что у него неприглядное место нижнее. Сделали оповисание. С чего ради? нужнейшие члены скрывают. Почему нужнейшие? То, что дает жизнь. Непонятно вообще. А дальше Бог дает и шкуры опять закрывает. Так это что, самый плохой член, который закрывает? Нет. Яка прошибрует, преобразоваться надо, подними голову выше. Источник смертоносного зла язык, который укротить никто не может. Им благословляем Бога, им проклинаем человеком. Вот здесь начали с головы с языка, когда основной прикроется. Человек начал из того места. Надо преображаться не одеянием нижней части, а преображением верхней части. Откуда узнаем мы? Из Слова Божия. Петр говорит, я вам напоминать буду. Постоянно помните это, и тогда новое семя появится, семя проповеди. В первом послании Тимофея 1.4 Чтобы мы не занимались баснями, которые производят большие споры, нежели Божие назидание в вере. О чем бы ни стали говорить? У тебя возник вопрос. Выбери время, попроси близкого, кто у тебя, и скажи, приди ко мне, давай по Слову Божию посмотрим, что-то я запутал, Василий, запутался в своих делах, правильно ли я поступаю? Давай по Слову Божию рассудим, чтобы мы не были соблазном этому миру. Я вчера вам говорил, где соблазны? Толстая чрева на первом месте. Которые смир понимают. Без страха утучняйте себя, служа соблазном. Иуда 1.4 Прочти 1.4 И начни бороться с сегодняшнего дня и начинай бороться. Не знаешь, как бороться с полнотой? Приди ко мне, я тебя научу. Если не знаешь, я тебе скажу. 4.4 Запомни. Первое, самое главное, лишняя еда, обжорство. Преобразился. Ешь один раз. Быстро начнет сползать. Второе, лень, лишний переработать. Женем никогда не ложись на постель, не касайся ее. Под тобой давно уже сгорела постель, ты на углях лежишь. А третье, а третье, беспечность. Беспечность. Лень, сон, беспечность, обжорство. Вот 4 брата, 4 сестры. А там молитвы никакой нет. Господь уходил на всю ночь молиться. Нам это не пример. И, сходя вниз, Он преображал мир, сразу же избирает после молитвы 12 апостолов. И они преобразились. А как? Да вот так. До этого ты думал только о своей выгоде, где оторвать, без копейки ничего не сделаешь. За счет, какой ты, такие дети будут. Но вот Господь посетил, половину имения раздам. Кого обидел 4 раза, да ты ведь всех найдешь. Дети побегут отдавать. Пример для нас дан. Преображение, Господь говорит, ныне пришло спасение. И Он, Чадо Авраама. Поревнуем Заксею. Мы выйдем сегодня другими из храма. А если у тебя все еще обида, ты думаешь о том, что тебя унизили где-то. Первый шаг еще даже в христианстве не сделал. Не обманывай себя. Это объяснование будет продолжаться до смертного часа, пока дьявол не вытащит вас. Что бы ни сказали, ты скажи, я хуже того. Когда все сделаешь, что положено, написано, и тогда скажи, я ничего не стоящий раб, я сделал, что должно. И ничего не стоящий раб. Но преобразиться в раба нужна великая сила смирения. Второе Тимотея 4.4. Люди от истины отвратят слух и обратятся к басням. Тетр говорит, нехитро с пресенным басням. А эти басни в православном католицизме не пересчитать, что умрет, вот обязательно надо теперь вытащить его. Верующий в сына и весь жизнь вешал. Верующий не умеет жить. Ты сегодня себе побеспокойся. Притом в один день сделай поворот. Вырвись из этого круга, в котором сатана закольцевал тебя. И скажи, Господи, помоги, я ничего не могу сделать. Притом делать надо сегодня. Я постепенно буду привыкать ходить в храм, воцерковлять все. Это сатана такой бред дает. Ныне, когда услышите голос Божий, не ожесточите сердец ваших. Завтра в шедении знаешь, что родит. До утра многие зато не дожили. Тебя голос коснулся, скажи, выйду другим сегодня, прости, Господи. Ничего не делай без совета. Одна сестра одна вышла замуж. Я говорю, и как? Род жены исполняешь? Пытаюсь, я стараюсь. А в чем заключается? Муж сказал, ни одного письма не отправляю, пока в конце я поставлю аминь. Да где ж ты такого мужа-то нашла? Пока муж не поставит аминь, ты ни одного шага не должна делать. Так он не вегущий. Надо разобраться. Тогда, если он против Бога идет, он потерял кафедру. А если он знает Бога, даже если что-то не так, вот бывает законный в государстве мне не нравится, я обязанную исполнять. Особенно понятно на дорогах. Вот сейчас вели более ужесточенный, с тобой разговаривать не будет, не листом я. Он тебя найдет место. Почему ты решил, что у Бога это проще? Титут 1.14 Павел говорит, и не внимайте иудейским басням и постановлением людей, отвращающихся от истины. Значит, отвращает людей от истины, какие-то иудейские басни, а я скажу, сектантские, православные басни, они везде есть. Только успеть причастить. Вот священник не проповедует всю жизнь. Ничего, его никто не спросит. Ну вот его позвали к убинающему, говорит, попал под аварию, его там на комбайне затянуло, и вот он, а он в это время что-то делал, не успел там, задержался, сам могут снять, что не успел дать ему причастие в рот. Да никакого учения в Писании не проповедует, чтобы жил безбожник и дал проглотить ему причастие, и он теперь бы был спасен. И не от этого, это басни, самое натуральное. Ну, а если ты хотел бы причастливиться к Пересвете, хотел бы, а если не успел, ни грамма не заботиться об этом. Бог знает. Он пошел, не умирая от этого, надо жить, умирать для Христа каждый день. Не знать этого мира. Варух говорит так, 3.23. Мы попали в плен, почему? Потому что баснословы и исследователи искали знания земного, баснословы. И мы им внимали отвечать по Слову Божию. Да посмотри, мне задают священники вопрос и говорят, у вас есть кто-нибудь авторитет такой, который вот, что вы говорите, опроверз? Конечно, есть. А кто? Слово Божие. Святые отцы, это мои учителя, если я их проверяю по Слову Божию, канона царковная, если по Слову Божию, но я их должен знать. И все жития святых для меня авторитет, если по Слову Божию добавляю. А если не по Слову Божию, да анафема. Павел говорит, даже ангел с неба не то будет благодетствовать, да анафема будет. И даже мы, апостолы, придем, анафема. Ну, пошели по этому принципу одну неделю. Ставь все на рассуждение, на размышление. Сирахов, 20 глава, 19 стих. Неприятный человек, безвременная басня, она всегда будет на устах не вешать. Оказывается, можно и самому сделать как басни. Разные случаи, сплетни, нести, что-то. Ты по Слову Божию рассуждай. Мы ведь несем ответ не только за то, что приручили животных, на даче подержали, а потом котенка выбросили. Это спрос, но не так велик. Главное, с кем мы общались, что посеяли. Дети другими быть не могут, они не могут нас привыкнуть. Почему? А ученик не вышел своего учителя. Дети должны в нас видеть самоотверженность, мужество. Они должны весь взор направлять к Господу. Что бы у него не было, ты, говорят, давай сядь, по Слову Божию, это ребенка обидели, он приходит, за детей заступаются. Я говорю, у нас 10 детей было у отца с матерью, никогда. Ни отец, ни мать не заступали, к мать еще добавили, запинились туда. Вот так было. Умирает буквально за детей, и при том не за добро. Да преобразись, самое ребенка преобрази, тебе сделали замечание, или тебя обличили, и даже где-то тебе больно было, давай по Слову Божию, ты должна была быть там. Да хорошо, что тебе попало, вовремя тебя вернули, а то бы ты еще дальше залез. Хорошо, что лев прыкающий рядом ходит, за того, что он нас подгоняет ко Христу. В первом послании к Коринфянам, 4,19, поясняю, что такое пришествие Господа, и как оно к нам относится. Господь говорит, я скоро приду, явлюсь вам, и сражусь с вами духом уст моих, и буду проверять не слова возгордившихся, а силу. значит, слова гордости, непокорности никому не угодно. Написано, гордый человек, противенный Богу и людям. И не думай, что с переменой места что-то изменится. Ничего не меняется. Грехи пойдут за тобой. Святые это очень хорошо понимали. Как бы трудно ни было, здесь посеянное, я постараюсь, тернии и стороны, новое посеять. И как это быстро? В один день может быть. Мне всегда вопрос задают, а чем вас можно смирить, чтобы, ну-ка, вроде как близким сделать, молитвой. Ты приди ко мне, скажи, я хочу помолиться. Звонит, вот был отец Иоанн. Что вам больше всего запомнилось? Вот это он перечисляет. Он сразу сообразил, а вам что в нас больше всего запомнилось? То, что отец Иоанн узнал, что я молюсь утром, и он каждое в последнее утро приходил в пять утра ко мне молиться. Хотел бы узнать, а в чем сила молитвы? Сила молитвы в постоянстве, в абсолютном должна быть смирение, в поклонах. Поверьте, ты решил избавиться от лишнего веса? Я тебе советую. Несколько утром решаем по сто поклонах, идем по несколько раз. Это немного, семь минут занимает всего только. Семь минут. Дави эту мамону, и ты увидишь, какой она будет крик издавать. Вырвись из этого плена, которым жиром, туком обложил тебя сатана. Бог зовет. Надо бежать. А бегуны вы никогда не увидите на треке, где бегут, чтобы они были толстые. Он никуда не убежит. Он сразу запыхается. А мы побежим за тобой, говорит в песне-песне невеста. Иисус на Вин 14.14. Хеврон остался уделом халева до сего дня. Какое отношение это имеет к нам? А то, что Господь их посетил и дал землю. Это два человека, которые сказали, мы завоюем землю, потому что с нами Бог. Два. Иисус на Вин и Халев. И они двое из 600 тысяч только вошли в обетованную землю. Им Бог дал удел. А Израиль это неровное место. Это их холмы. И кому Бог дал где-то огород у тебя. Допустим, ты разбираешься в садах посеял. Не получилось. Никто не менять не должен. Сразу было поставлено. Из удела в удел переезжать нельзя. 3600 лет на своих огородах сидят. И у них была только одна мечта вернуться из плена и попасть на свой огород, на свои камни, к своему тыну подойти. Свою щепочку в руках подержать. У нас и этого нет. Тебя Бог нашел в этой церкви. Положи всю жизнь, чтобы от церкви никуда ни шагу не сделать. Здесь ты услышал Слово Божие. Здесь ты родился. Если ты вначале слышал от какого-то иеговиста, от бактиста, поставь вопрос, а они в церкви? Нет. Тогда вопрос какой. Если сказали по Слову Божию, принимаю, нет, это не наш удел. Наш удел, как Хеврону дан, преобразить в этот образ Хеврона. Ни один никуда не сдвинулся. 3600 лет. А у нас такой легкостью это переменяется, потому что привязки нижему нет. 3 царств 14.8. Господь говорит от торг царства, от дома Давидова, что ты не последовал мне так, как последовал мне рак мой Давид всем сердцем. Господь ставит в основание того, почему по-разному к нам относятся, потому что Давид преображался, вот он пал, согрешил, два смертных греха, развратник, убийца, достоин смерти по закону Моисееву, но он преобразился покаянием. Он не стал оправдывать, не сказал, я уеду и буду жить в Сикелаге, в других городах филистинских мест. Он здесь же пал, согрешил я. Дитя Бог отнимет, дом потеряешь все, но с примером будешь поставлен, с примером для целых поколений. Давида нет уже столетий, Бог говорит, ради Давида, он верен мне. Какие нам примеры еще нужны? Что бы с тобой Сатана ни сделал, ни последующий троспетенным басен, который Сатана тебе набивает. Слово Божие говорит, сила ваша сидеть спокойно. Деяние 24. Я даже до смерти гнал последователей всего учения, но преобразился паэт. Притом, это все делается мгновенно, осеял свет, пал, преобразился, а ты же стал хуже, а свет. Все впереди, через три дня ты пока сойдет с меня. Но три дня они освещали меня светом внутреннего размышления. Что я должен делать? Здесь я должен трудиться. Для родных евреев никуда он не пошел. Я готов быть отлучен от Христа за родных мне евреев. А не так, что я пойду в другую страну и буду говорить плохо, где я жил, где был. 1 Тимопея 4.6. Чтобы человек был питаемый словами веры и добрым учением, которым он последовал. Петр говорит, чтобы мы последовали нехитросплетенным басням. Я беру из Слово Божие места, которые говорят, а куда же нам тогда идти? Стоять-то на месте нельзя. Стоящий на месте мертвец. А вот куда? 2 Тимопея 3.10. А ты последовал мне в учении, в житии, в расположении, в великодушии, в любви, в терпении. Какая программа дается? Куда следовать? На каждый день. И 3 Езре 6.6. От меня последует Господь говорит это, а не от кого-либо другого. И кончина мира, и все остальное. Не от того, что политики хорошо заседают. Третья книга, Царств, 18-21. Если Господь Бог, то Ему поклоняйтесь. А если Ваал, то Ему. И не отвечал народ Ему ни слова. Взяли бы и ответили. Если скажут Ваалу, смерть. Если сказать Богу и Вове, так а почему же вы хромаете нашим, вашим? И не отвечал ни слова. Вот так люди. Они не могут ответить, отступая от Бога ничего. Все еще тешит себя мысль, что я еще верующий, я молюсь. Но если ты не по всушанию живешь, написано, дело Господь разрушит. Начни сегодня преображать себя, жену, детей, и ты увидишь, как все сразу изменится. А сегодня как, басни, какие? Вопрос поставить. Если Библия истина, то остальное надо по ней проверять в ответе Библии. а остальное басни. Ведь вот как можем поставить. Вопрос. Второе Петра, вторая глава, второй стих. Многие последуют их разврату, через них путь истины будет в поношении. Вот куда еще последуют. Так а эти люди разве не будут понимать, что это разврат? Притом, поверье. Он называет развратом все, что уходит от истины. Римлянам 12, 16. Последуйте смиренным. Не мечтайте от себя. А как мечтать о себе? Ну, что-то я сделал, у меня будет где-то по-другому. Не мечтайте, Бог все это разрушит. Смиренным Бог дает благодать. Преобразимся сегодня в образ Христа, ибо Господь показал себя преображенным только мужам. Подсказьте вопрос себе. А почему Бог избрал только 12 мужей и не одной женщины в апостолах? Если разница. Ну, явно не разница. 12 равняется нулю, а где нуль, любая цифра выше ее до бесконечности. А второе, на горе преображения Господь укреплял веру. Ну, правильно. Да-то почему он взял только трех мужей? Почему бы не взять хотя бы Марию Магдалину? Ты задавай эти вопросы, и ты увидишь, что муж просвещается Богом в первую очередь. А сходя домой, ты теперь жене расскажи, как мы видели его славу. И забыли про жен. Остаться хотели, Господь велик нест, там ждут бесноватый, бесноющийся мир, и только Господь поверить во Христа и сойти в этот бесноющийся мир, где борьба с бесами и победа над ними. Аминь.